Секунду. Окей. Добрый вечер. И я, как всегда, я надеюсь, что это не навязло как бы на слуху, я просто предлагаю все наши духовные усилия посвятить благополучию и успеху наших воинов, занятых непростым ратным трудом, и выздоровлению раненых, и возвращению пленных. Дай Бог. Всегда упоминаю Любу Бат Михаэль, свою жену, которая ушла из жизни два с половиной года назад. И многие вещи из того, что мы с вами разбираем, я делал вместе с ней книга «Схарья», как, может быть, я вам говорил. Это первая книга, которую мы постарались прокомментировать на русском языке. Мы с вами постараемся сегодня продвинуться в этой книге, и, может быть, даже ее закончить. И кажется, что те главы и те аспекты, которые мы с вами затронем, они очень и очень актуальны. Сейчас вот я ищу, что вывести на экран, и надеюсь, что я не закрыл. Не закрыл. Окей, но не вижу. Не вижу. Вы знаете, мне сейчас придется открыть заново. Сейчас мне придется открыть заново ковиц, потому что я что-то упустил. Упустил то, что... Глава 11-12 глава мы с вами разбирали. И хотелось бы просто остановиться на одном моменте. И залью я на дом Давида, и на жителей желаемого дух благословенности и дух мольбы, и будут смотреть на меня. А того, которого пронзили, оплакивать будут. Мы говорили с вами о том, что христиане взяли эту строчку и повернули ее по-своему, как еще несколько моментов из Харья. И о бедном, который едет на осле, о 30 серебряниках, которые бросают в храм. И Всевышний говорит, это то, во что меня оценили. И вот этот момент также как бы... Вот здесь я уж не буду разбирать здесь все христианские посылки. Думаю, что вы сами догадаетесь, будут смотреть на меня. А того, которого пронзили, оплакивать будут, как плач, по единственному сыну. И мы говорили с вами о том, что, как всегда, у Схарья это посылки такого общего плана, что совершенно неожиданно, когда в этой войне, когда уже начинается новое время, когда раскрывается божественное присутствие, в этой войне кто-то может погибнуть. И даже один или каждого, кто погибнет, его будут оплакивать, как единственного сына. А смотреть на меня будут с упреком. Как сегодня говорят, где был Бог 7 октября. Как же так может произойти? Как так могло получиться, что в государстве, которое обещано Всевышним, и которое указано, о котором говорится в пророках, почему в нем происходят такие события, которые отбрасывают нас назад к тому времени, когда государства не было, ко времени катастрофы. И на Всевышнего смотрят с упреком. С упреком смотрят все. И люди верующие, и, так сказать, неверующие, они тоже смотрят на Всевышнего, и все его спрашивают, как же так. Это то, что Всевышний предсказывает, что вот такое непростое время. Картина с Харья, в отличие от картины Ехискеэля, она действительно говорит о каких-то трагедиях, которые сопровождают последнее время. Если у Ехискеэля в войнах царя Гога и земли Магог никто со стороны евреев не гибнет, то у Ехискеэля, у Схарья мы увидим, что да, у него гибнут, и вот здесь вот начинаются эти моменты. Очень серьезная следующая, очень серьезная следующая фраза. То есть, ну, не знаю, как сказать, можно сказать, что не стоит понимать так, как христиане, их натянутый комментарий здесь, относящийся к вот некому определенному человеку, в котором видят божественное начало. Это следует все оставить в стороне и взять наш истинный подход, который, естественно, был задолго до христиан, что речь идет об упреке сыновей Израиля ко Всевышнему, когда они не понимают, что происходит в период становления страны. Кто-нибудь сказал бы, в период прихода Машеха, все равно, пожалуйста. И следующий стих очень интересен, и мы попробуем соотнестись с тем, как его комментировал Раф Кук, и попробуем понять что-то, может быть, попробуем понять что-то сами. «В день тот великим будет плач Верушалайме, как плач Ададримона в долине Мегидо». Здесь я выписал для вас из трактата Мегила высказывание мудрецов, их посылку, что сказал Раф Юсеф, если бы не перевод, имеется в виду перевод «Таргум Юнатан, Юнатан бен Узиэль», который печатается во всех изданиях. Это перевод на Тору и на пророков, а на Ктувим. На написании он отсутствует, сейчас поймем, почему. Если бы не перевод Юнатан бен Узиэль этих строк, то мы бы не знали, о чем идет речь. В тот день увеличится плач Верушалайме, как плач по Ахаву, сыну Умре, которого убил Ададримон бен Тавримон, в Рамут-Геладе, и как плач по Ишаяху, здесь он назван Ишая в Гемаре, сокращенно, сыне Амбар Амон, сыне Амона, которого убил фараон Хагира в долине Мегидо. Прежде всего, здесь потрясающий интересный момент. Вот это имя, где мы его с вами видим, Ададримон, да, Ададримон, на Иврите, Ададримон, оно не появляется в Танахе. В Танахе человек, который убил Ахаба. Он упоминается в книге Малахимбет, и зовут его Нейман. Нейман. Очень интересно. Он впоследствии присоединился к еврейскому народу через пророка Шмуэля, если не полностью, то стал то, что сегодня называют в Нейнох, стал приверженцем веры, но продолжал жить в Араме и отказываться от идолопоклонства. Он назван Нейман. Нейман. Назван Нейман. Откуда это имя? Оно говорит о чем-то другом, и так его назвал пророк. Да, потому что Нейман, в общем-то, это еврейское имя, которое можно перевести как человек ответящий через Аин, да, на Аман, человек ответивший, откликнувшийся на это и свои причины. Вот пророк берет это имя, и, может быть, он взял такое имя себе, и рассказывая о нем даже до его присоединения к еврейскому народу в том или иной степени, он уже называет его на Аманом, как это часто принято, что берут последнее имя, и совершенно как бы непонятно, откуда это имя еврейское у сирийского военачальника, да, у сирийского, тот, кто в Сирии, да, это Арам, да, у арамейского военачальника, да, а здесь вот это имя действительно, которое соответствует Араму, Адад-Римон, у Арама было два божества, Адад и Римон, да, и вот они здесь соединились в одном имени, Адад-Римон, и они появляются, они появляются в Медраж, и они появляются в Таргуме Юнатан Бен-Узиэль, да, и так вот этот Адад-Римон, он Адад-Римон, Аман в книге Мунахимбет, здесь он в Медражим и в трактате Мгила, это Адад-Римон, теперь, значит, мы продолжаем здесь с вами текст, и говорим, что Рафа Иосеф говорит, что только был Даряюн там в Бен-Узиэль стал понятен этот текст, а что, о чем он говорит, в этот день будет увеличиться плач по Ахабу, сыну Умри и так далее, которого убил Адримон, да, это Варамон Гелат, и как плач по Ишаяху Бар Э Барамон, правильному царю Ишаяху, который убил фараон Хагира, да, у нас здесь переплелись две противоположности, Ахав, в общем-то, ну, не в общем-то, а просто злодей, да, женой которого была из Эвели, преследовала пророков, и, так сказать, его попустительство убило тысячи пророков и правильных людей в Северном царстве, не позволив пророкам и праведным людям вернуть Северное царство к служению Всевышнему и, в конце концов, объединить два царства. Ахав очень противоречивая фигура, в какой-то момент он раскаивается, но, видимо, не настолько сильное раскаяние, чтобы у него действительно появилась настоящая вера и чтобы он сделал правильные выводы, правильные шаги к объединению двух стран. Это Ахав, то, что является его достоинством, он, когда был ранен в сражении у Рамад-Гелад, у города Рамад-Гелад, он стоял в колеснице до конца дня, для того, чтобы никто не видел, что он получил в общем-то смертельную рану, и к концу дня он умер, и его отвезли в Израиль. Но пророк Ильяу относится к нему как к окончательному злодею. Это он предсказал ему, что на том месте, где был виноградник Навота, который он отобрал, казнив у Навота, отобрал, казнив Навота, что на том самом месте, где был казнен Навот, собаки будут лизать его кровь, и так действительно получилось, и впоследствии все потомство Хава было истреблено, то есть какое-то такое злодейство, совершенно как бы не находящее никакого положительного отклика, может быть, кроме того, что он готов был сражаться, молитв царей и злодеев готовы были сражаться и отстаивать свою страну, в принципе, все цари выходили в бой, все цари думали о своем войске и так далее, поэтому трудно найти здесь какие-то положительные моменты, царь Юшаяху в отличие от него был человеком очень праведным и он как раз привел к объединению в годы его правления, 31 год правления, он привел к объединению двух стран, где из колен в то время уже были угнаны в плен Ашуром, но так получилось, что территория оказалась, так сказать, бесхозной, и он утвердил власть и за 25 лет до разрушения храма, он утвердил свою власть над всеми коленами, призвал колено из изгнания вернуться, устроил песок для всех колен, то есть он объединил две страны, и я бы сказал, что самое главное, даже если не говорить о приверженности Торе, Вере и так далее, то противоположность этих двух людей, двух личностей, которые сейчас, которые Юнатан Бен-Узеел хочет представить как две равные личности, что плач по Ахаву будет такой же, как плач по Юшаяу, плач по злодею, плач того, кто разделял государство, плач о нем будет такой же, как плач о Юшаяу, совершенно праведном царе, который был надеждой, надеждой пророка Еремияу на спасение, на последней надеждой, что не будет разрушен храм Ирушалаем, и объединившись страну, вот как бы эти две личности, или по крайней мере эти два плача, они приравниваются друг к другу, и вот эта посылка, она очень проблематична, очень проблематична, и далеко начнем как бы с конца, я бы сказал, не совсем логичного, вот я для вас выписал мецудат Давид, я не хочу вам говорить как бы сразу выводы, хочу вместе с вами посмотреть разобраться немножко, мецудат Давид с Харья, он говорит так, великий плач был во времена, в более ранние времена, и он был в Адад-Ремон, Бекат-Мегидо, он был связан с Адад-Ремоном, и с долиной Мегидо, и также был, таким же плач будет Бамашиуху Бен-Йосеф, да, вот, и сказали мудрецы, да, ну, да, Бамашиуху Бен-Йосеф, то есть в двух погибших, в двух погибших, или, точнее говоря, в Ахаве, в Ахаве, да, мецудат Давид видит такой прообраз Машиуха Бен-Йосефа, в Ахаве он видит прообраз Машиуха Бен-Йосефа, да, то есть в Рафф Кук объяснил это, да, в своем, в своей речи, которую он произнес, которую он произнес в, на похоронах герцеля 20-го тамуза, да, при 1664-го года, то есть где-то 120 лет назад, да, да, в 1904-м году, вот, 120 лет назад, и он здесь взял Машиуха Бен-Йосефа как герцеля, то есть в чем здесь Машиуха Бен-Йосефа? То есть те, кто видят, далеко не все мудрецов видят в этом Машиуха Бен-Йосеф, но те, кто из мудрецов, кто видит Машиуха Бен-Йосефа, они видят, да, человека Аторного Аторы, не очень-то праведного, как Ахав, да, но приверженного национальной идее, сражающегося за страну, и он в какой-то момент его приравнивают к царю праведному, царю праведному, который также отстаивает страну, да, который также сражается за страну, и также погибает в стычке с фараоном, вот Ахава приравнивают к праведнику и видят в нем праведника, и Равку говорит, говорит здесь о герцеле, имея в виду, что он не был человеком соблюдающим, может быть, даже не был человеком, не был человеком верующим, да, вот, и, но он смог, но он смог понять необходимость государства и боролся за государство, так же, как Ахав отстаивал страну и ее границы, так же он боролся за создание государства, для того, чтобы в нем собрались евреи. да, 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 и он здесь, Равкук ссылается как раз на этот, на это предложение, да, и, да, и говорит об Ахав беномре, царе северного царства, убитом додремонам, то, что мы уже с вами поняли, и приравнивает его к Ишаягу, да, вот, и дальше он, есть его, есть его знаменитые слова о трех, о трех шафарах, да, что есть шафар большой, который трубит, это собирание рассеянных, когда все все понимают и с полной верой, и с полным пониманием, да, с молитвами, и с готовностью бороться за землю, именно за святую землю, приезжают, прибывают в Израиль, да, это большой шафар, есть малый шафар, вот, когда нету такого полного понимания, да, что люди, люди пребывают в, люди верующие, но они не с полным сердцем, они пребывают в Израиль, а третий шафар, это нечистый шафар, Равку говорит о том, что в Рожешана отрубление в нечистый шафар, в крайнем случае, оно тоже будет являться исполнением заповедей, так не делают, но в крайнем случае можно представить себе, что где-то нет шафара, и вот только, скажем, нечистый, рок нечистого животного, в него трубят, или, скажем, точнее, наверное, в рок животного, зарезанного не по закону, или которое само-само умерло, в него трубят, исполняют заповедь, Равкук сравнивает эту Галаху с третьим моментом, когда люди, которые ничего не понимают, их гонят обстоятельства, они пребывают в землю Израиля, и с этого начинается Геула, и вот он Герцеля сравнивает вот с таким моментом, когда Геула начинается с обстоятельств, Герцель и, как, может быть, единицы людей понимают, что назревает катастрофа, уничтожение уничтожение еврейства, Герцель понимает это после процесса Дрейфуса, и вот таким образом Равкук объясняет, говорит, что вот такой процесс похожий, скажем, на хава любви к земле, когда человек не отличается никакой праведностью, даже наоборот, злодей, да, и любви к земле, которая есть у Ишаяху, царе праведном, да, это все может вылиться в похожие процессы, да, в похожие процессы собирания с полным сознанием и собирания, когда люди ничего совершенно не понимают. И вот он говорит о Герцеле, как вот о Машехе бен-Йосеф, в том плане, как бы вот и он, идя за Мецудат Давид и другими комментаторами, он называет это Машехе бен-Йосеф и берет это в такую сторону, что происходит собирание россиянных, но Машехе бен-Йосеф, да, это не Машехе бен-Давид, бен-Давид можно сравнить с большим шафаром, да, Машехе бен-Йосеф можно сравнить с таким вот нечистым шафаром, когда он просто собирает землю из-за предвидения приближающейся катастрофы, вот, процессы как бы похожие, оба они приводят к становлению государства, но, конечно, вот такой процесс Машехе бен-Йосефа, он более тяжелый, есть которые комментируют по-другому, Машехе бен-Йосеф, собирание рассеянных, а Давид, это становление уже в земле Израиля, народа, Машехе бен-Давид, это становление в земле Израиля, обретение им духовности, Равкук взял это по-другому, как бы идя за комментарием этого пасука, да, как бы довольно четко и логично, я бы сказал, да, что есть два царя, плач, по которым приравнивается один к другому, об одном о злодеи плачет так же, как и о праведнике, да, вот, плачет так же, как и о праведнике, вот, а на и это указывает на то, что могут быть два процесса, и первый процесс он называет процесс Машех бен-Юсеф, собирание рассеянных, просто собирание рассеянных без духовности, в отличие от Машех бен-Давид, это возвращение духовности к сыновьям Израиля, он не говорит здесь про Машех бен-Давид, он говорит о вот этом процессе, как бы бездуховном собирании, очень тяжелом и трудном, да, вот, и, естественно, то, что он имеет в виду здесь, да, можно в шутку сказать, что Захарья с ним бы согласился, что герцель это только одно но из проявлений Машех бен-Давид Юсефа было несколько таких людей, которые призывали к возвращению, может быть, и до герцеля, и после герцеля были люди нерелигиозные, которые призывали к возвращению, стремились к созданию государства, чтобы собрать народ, вывести его из-под опасности, которая нависла над ним в Европе, вот, и, скажем, Машех бен-Давид Юсеф, это, как всегда, и, если говорить у Захарья, то это процесс, процесс, который тянется долго, и выразительными, так сказать, этого процесса могут быть разные люди вот, на протяжении разных эпох, да, ну, вот Раф Кук сконцентрировался на герцеле и представил, как Машех бен-Юсеф или как Шафар нечистый, но тоже годится, можно исполнить заповедь, да, я бы да, я бы в наши дни, если не запутаю вас окончательно, да, предложил бы, ну, с вашего позволения сказать, как бы, еще более логичный, еще более логичный комментарий, да, вот, я бы сказал, я бы сказал так, да, вот, что просто напрашивается в наши дни, есть разрушитель страны, это Ахав, да, вот, он, конечно, борется за Северное Царство, но в конечном итоге, он ни в коем случае не хочет объединения с Иудой, в которой стоит храм, да, вот, несмотря на то, что у него взаимопомощь и дружеские отношения с царем Йоршафатом, который в это время правит в Южном царстве, есть Ишаягу, да, который объединяет страну, есть тот, кто разделяет страну, есть тот, кто объединяет страну, и по обоим плачет, по обоим плачет одинаково, да, вот, я бы сказал, вот это похоже на то, что происходит в наше время, да, вот, есть те, кто, есть те, кто хотят разделить страну, разорвать ее на два лагеря, и есть те, кто хотят изо всех сил объединить страну в одно единое целое, и объединить ее на основе духовности, на основе идеи, и уж, конечно, приверженности земли Израиля, желание защитить ее, и о тех, и о других, как мы видим сегодня, в наше время плачет одинаково, потому что и те, и другие в конечном итоге выходят защищать страну, страну вместе, да, я бы сказал, что, значит, можно говорить, конечно, о Машио Бенюсеф, как мы с вами объяснили, да, взяв это в такую сторону, но я думаю, что в наше время раскрывается еще более логичная сторона, да, это когда и те, кто не обладают идеологией, и те, кто готовы разделить страну, они волей выходят на ее защиту и гибнут, и, естественно, когда плачут, то плачут, не разбирая уже о том, что было у человека, о том, что было у человека в голове, чтобы все были живы, здоровы, чтобы наши враги умерли сами, но то, что происходит в наши дни, да, естественно, одна и та же дань уважения к воинам, к павшим, к великому сожалению, независимо от их, независимо от их идеологии, от их партийной принадлежности, да, сидели они в ешивах или они выходили на, выходили на демонстрации на улице Каплан, да, когда люди выходят на войну и тем более, когда они погибают, а их вот это борьба, борьба, может быть, да, и борьба за землю Израиля и в конечном итоге за высокие идеалы, за высокие идеалы, в конечном итоге за исправление всего мира, да, эта борьба их, так сказать, уравнивает, сравнивает между собой, никто не вспоминает о том, какова была их идеология, мне кажется, что это просто этот комментарий напрашивается, вот, и ни в коем случае не отбрасывая Равкука, да, понимая его идею, что великого плачпом, по, великий плачпом о шеях бен-юсеф, понимая о шеях бен-юсеф, как, так сказать, бессознательное, безосознанное собирание в земле Израиля, бегство от опасности, все это приемлемо, хотя не то, что приемлемо, Равкук, это великие, великие вещи, он как бы, да, и комментарий продвинул куда-то, совершенно, продвинул, поднял его на совершенно другую высоту, вот, это все понятно, но мне кажется, что в наше время, вот этот момент, да, то, что объединяет борьба и, к великому сожалению, объединяет гибель, так же, как Ахаба и Юшаягу объединяет гибель, да, так же, это то, что происходит в наше время, да, вот, если вы хотите, то можно здесь остановиться в этот момент и обсудить, и скажите, все ли понятно, идеи довольно сложные, я пытаюсь говорить быстро, чтобы что-то успеть, вот, давайте я сейчас остановлю Шер, и вы мне скажите, что вы поняли, что хотите возразить, с чем согласны, с чем не согласны. Мне непонятно вот это положение, касающееся Ада Дремона, значит, с одной стороны, он убил, Ахаба, по-моему, или кого-то, в общем, он убил, и он является сирийским военачальником, и выясняется, что плач в Иерусалиме сравнивается с плачем Ада Дремона, и чего он плачет, если он убил, сказать, что он раскаивается, вроде у меня не получается, значит, вот этого я не понимаю, каким образом, каким боком здесь Ада Дремон, так сказать, из Мегидо, не понимаю. Я благодарен за вопрос, за внимательное отношение к тексту, вы совершенно правы, то, что написано, так, как берет Ионатан Бен-Узиэль, объясняет, это совершенно нелогично, он объясняет это как намек, как символ, если вы заметили, да, я не перевел текст, мы смотрели его на иврите, но если вы заметили, он говорит о том, что плач по Ахаву, которого убил Ада Дремон, Бен-Таврион, да, Ахав не упоминается в тексте, стоит, да, стоит Ада Дремон, да, и имеется в виду, то есть, конечно, если, если знать традицию так, как Ионатан Бен-Узиэль, то можно прочесть, что это плач не по Ада Дремону, ни в коем случае, это плач из-за него, из-за него, из-за того, что он убил... И не плач его, самого. И не его, и не его, это из-за него, из-за того, что он убил Ахава. Тогда понятно. Очень хорошо. Потом странное сопоставление Ахава и Герцда, потому что, с моей точки зрения, Ахавна сождал, в общем, идолопоклонство, и Герцда, как известно, ну, вообще-то мне известно, ничего такого не делал. Значит, единственное, что их объединяет, как бы, что тема еврейства была для них очень значима. Может быть, по этой причине их сопоставляют, но вообще, и мне кажется, естественным сравнение Герцда с Машихом Бен-Йосефом, что касается Ахава, то тут уже я, как бы, так сказать, могу только развести руками и пожать плечами. Совершенно верно. Поэтому я предложил другой комментарий. я заметил некоторую нелогичность, и вы ее тоже заметили. Логика Равкука, она такова. Он начинает с этого, мудрецы говорят о том, что это Маших Бен-Йосеф, что Маших Бен-Йосеф, что Ахав похож или намекает на Машиха, то есть, как бы, его образ, каким-то образом соотносится с Машихом Бен-Йосефом. Если мы начнем разбирать, так, как вы сделали, да, или еще начнем глубже разбирать, то мы, конечно, мы, конечно, оставимся со странным ощущением, причем здесь Ахав, да, совершенно, как бы, злодейство и разрушение, и Маших Бен-Йосеф, который, может быть, много не понимает в Торе, но он очень хорошо понимает те процессы, которые происходят, и хочет спасти еврейский народ. Где здесь отношения между злодеем, да, ничего не могу поделать. Это та опасность, есть такое, как бы, правило, но Медраж не отвечают. Вот Медраж бы, вот Мецудат Давид привел это, да, и Раф Кук взял, скажем, и развил вот этот образ Маших Бен-Йосефа, развил его очень, очень интересно, да, и тут я бы просто предложил его этот образ Маших Бен-Йосефа понимать в отрыве вот этой строчки из Харья, да, вот, а просто есть Маши Бен-Йосеф нашей традиции, и Раф Кук взял такую интересную сторону, что это не, скажем, не человек, да, он может быть каким угодно человеком, то есть, не злодеем, но каким-то лидером, да, который начинает процессы, да, очень тяжелые, которые не идут от сознания, а идут от живота, от ощущения, что надо спасаться, это Маших Бен-Йосеф, и вот, я бы оставил, я бы оставил эту строчку из Харья отдельно, и взял ее туда, куда мы с вами взяли ее, да, что приходит время, когда вместе, да, и северное и южное царство, да, сражаются за, сражаются за страну, и здесь северное и южное царство надо взять как образ, да, что, или даже скорее царь северного царства, и царь южного царства, они сражаются за, или, может быть, северное и южное царство, и надо взять их как образ, северное царство, это то, что, ну, есть какие-то представления о торе, там есть какая-то привязанность к иудаизму, но много в этом плане в голове нет. И иуда, который вполне зазнательный, который служит Всевышнему, они вместе сражаются за страну, и, к сожалению, если кто-то погибает из них, то уже не различают, кто это. Они вместе сражались за страну. Я думаю, что если бы мы с вами такой комментарий рассказали во время Схарья или даже в более позднее время, то на нас бы посмотрели с подозрением. Хорошо, если бы не побили камнями. Ну, да. Я очень рад, что вы заметили всю логику. Действительно, здесь существует, на мой взгляд, некоторая нелогичность в сравнении Ахава с Машея Бен-Йосеф, но это не так страшно, потому что мудрецы часто цепляются за что-то. Им нужно что-то сказать, дать какую-то идею. И они берут, как какой-то семан, как то, что светится, говорит, вот это здесь. А там, может быть, до конца это не так логично, но зато они к этому месту привязали очень важную идею. Это называется, на драж не отвечают. Значит, кто-то говорит, на драж не отвечают. Кто-то говорит, драшу, бэк-нэйзите. Ну, да. Вывод правильный, вывод правильный, слава богу. А то, что было по дороге, там, скажем, к чему он это привязал, это не так важно. Вот это по такому же принципу. Вот. Я надеюсь, что все уследили за логикой нашего диалога. Вот. Я рад тому, что состоялся наконец какой-то диалог. Но с вашего разрешения, если нет ничего, еще что-то добавить, то мы тогда будем проверяться дальше. У нас дальше очень-очень много всего. Я уже вижу, что мы за сегодня не успеваем. Ну, не так страшно, значит, с Божьей помощью еще задержимся на асхарья на следующем занятии. Да? Вот. Теперь 13 глава. Она нам рассказывает о том, что в день тот открыт будет источник дома Давида и жителям Ирушалаема для окропления водой из пепла красной коровы и для очищения. Здесь очень сильно перекликается с пророчеством Ихискеля, как прямо как будто какой-то комментарий на пророчество Ихискеля. И я напоминаю, что асхарья, он моложе Ихискеля, он учился в Бабеле у Ихискеля. И действительно есть много параллелей. Есть много всего своего. Но есть и параллели. И вот здесь мы можем вспомнить и 38-39 главу, в которой говорится о приходе Гога из страны Магог. И вот он нам рассказал о том, что идет война, и как бы сыновья Израиля ожидают, что никто не погибнет. И тут такой момент, как бы все независимо от идеологии сражаются вместе. Вот он это все описал. Мы понимаем, что он говорит о том же, о чем и говорит Ихискель. 38-39 главе о войне Гога и страны Магог, которая происходит в момент собирания рассеянных из разных стран. В момент себе становления страны, когда ее духовное влияние становится значимым в мире, в это время прибуждается Гог из страны Магог и приходит воевать против Иерушалайма. Вот он нам как-то дал эти моменты. Он вернется к ним еще, к этим моментам. Но мы уже увидим, что он говорит о том же, о чем и говорит Ихискель. Теперь Ихискель говорит о том, говорит такими словами, и мизаракте алейхем, мизаракте алейхем маем теорим. Я окроплю, так сказать, вас водою очищающим. Это один из моментов возвращения в землю Израиля, что сначала все собираются, происходит становление такое на физическом уровне. И в Ихискеле есть и другой вариант чудесного возвращения. Но вот есть и этот вариант постепенного возвращения, становление, так сказать, материальной структуры. И потом приходит дух. И еще, кроме того, что приходит дух, выплескиваются воды очищения. Если как бы смотреть в Ихискеле, мы можем представить и понять, что кроме того, что Всевышний вкладывает новый дух в сыновей Израиля, тот дух, которого не было в изгнании, или который пропал в изгнании, исчез в изгнании, он вкладывает этот дух. Кроме того, он еще выплескивает очищающие воды. Потому что даже если пришел новый дух, нужно очищение от той скверны, которая была в Галуте. Дух – это порыв, это стремление, это любовь ко Всевышнему. Но для того, чтобы это обрело какие-то правильные формы, а не ушло куда-то в моменты такие извращенные, для этого нужна вода очищающая, очистить, убрать эту скверну. Все неверные представления. Все, что укоренилось в голове, все, что укоренилось в голове, или то, что было забыто в Галуте и превратилось в какие-то новые чуждые нам понятия, это все нужно очистить, даже если пришел новый дух. И вот здесь Ихискель говорит об этом. Я окроплю вас водой очищающей. И Схарья говорит тоже об этом. Кроме того, он говорит об источнике, которые открываются для доуэн Давидов, жителям Иерушалайма. И мы помним, что Ихискель, после описания структуры храма, он говорит о том, что вода выходит, как можно понять, он не говорит об этом напрямую, но можно понять, она выходит из святая святых. И эта вода из святая святых, как бы, ну, понятно, да, вода, она связывает, да, связывает весь мир с этой святая святых, с этим корнем бытия, с этим деревом жизни. И таким образом весь мир преобразуется, да, уходит из него все, что связано, все, что повсюду появляется жизнь. Вот, и он говорит, в общем-то, о том же самом Схарья, хотя он не называет храм, да, источник для дома Давида и жителей Иерушалайма, да. Если Ихискель подчеркивает исправление всего мира, природы, да, то здесь этот источник у Схарья, он для правителей, для праведных правителей, да. Он им должен придать новые жизненные силы, да, жизненные силы – это все, это и мудрость, и пророчество, да, и для жителей Иерушалайма, для праведных правителей, и для жителей Иерушалайма, да. Это, ну да, если не вдаваться в дальнейшие патронности, это то, что происходит. На мой взгляд, это очень красиво, во-первых, параллельно между пророками, а во-вторых, все, что мы с вами разобрали, да, и вот здесь то, что новая у Схарья, он, ну, пожалуй, это можно увидеть у Ихискеля, но тоже нужно отметить окропление водой, имеется в виду с пеплом красной коровы, то есть уходит смерть, все, что связано со смертью, да. Это геула, освобождение, она должна закончиться тем, что уйдет смерть, как говорит пророк Ишаяху, и воскрешением из мертвых. И вот это начинает происходить, да, это нечистота, связанная со смертью, да, со смертью народа в Галуте, да, она начинает уходить из мира здесь у Схарья. И будет в тот день, Слово Бога, истреблю имена идолов из страны, и не будут они более упомянуты, и не будут они более упомянуты, а также уже пророков и дух нечистоты удалю из страны. И будет, если еще станет пророчество человек, то скажет ему отец его и мать его, родивший его. То есть божественный дух, как мы видим, вот благодаря этому источнику, он пребывает на жителях Иерушалайма, наверное, он потом распространяется и на всю страну, и распространяется на всю страну. И есть отдельные люди, которые вот эту воду, которая является духом, да, они воспринимают ее неправильно, неверное восприятие, как мы с вами много раз говорили, оно делает человека же пророком. Он не понимает, что происходит, или понимает неверно, да, и окружающие ему говорят, да что ж ты такое, да, что ж ты говоришь, да, вот ты, может быть, ты описываешь какие-то правильные картины, которые тебе приснились, которые ты увидел, да, потому что пророчество начинает распространяться на всех, вот эти воды как пророчество начинает распространяться на всех. Ну, ты же неверно это воспринимай, не б, да, вот, и пронзят его отец и мать, совершенно не обязательно буквально это понимать, но мы видим, что как бы люди простые, они понимают, что это уже пророчество, и сами готовы истребить его. Вот, и будет в тот день устыдятся уже пророки, да, вот, и когда человеку уличат в неверном восприятии вот этой воды, которая выходит из храма, да, то он скажет, не пророк я, я земледелец, да я не собирался пророчествовать, да вы что, да, вот, то есть, опять же, в народе, да, пророчество вернется к народу, как сказал Елель, да, и вернется как, что каждый будет пророком, да, в той или иной степени, как сказал Елель в трактате Псахим, что если сыновья Израиля не пророки, то они, по крайней мере, сыновья пророков, да, то есть, по крайней мере, отголосок пророчества есть у всех здесь, да, и очень сильный, вот, и скажет ему, что это за раны между руками твоими, на груди твоей, да, ой, его где-то побили уже, наказали плетьми, да, как это, как приговаривает суд за, он же пророчествует, то он опять стал говорить неизвестно что, да, вот, и скажет тот, это от того, что били меня в доме любящих меня, ну, да, меня, скажем, там, отец и мать однажды уже побили за это, я больше не буду, да, вот, и дальше Схарья, как это часто бывает у него, неожиданно возвращается ко времени тяжелому, предсказывающему разрушение второго храма, да, слово Бога, цваот, воинство, порази пастыря, и рассеются овцы, и обращу руку свою на малых, и будет во всей земле слово Бога, да, две части в ней истреблены будут, умрут, а третья останется в ней, да, то есть две трети людей в стране будет, будет истреблена, о чем он говорит, о великом восстании, или о восстании Барковбы, да, и, может быть, и о том, и, может быть, и о том, и другом, да, вот, зачем эти строки пришли здесь, для того, чтобы напомнить, да, что, как бы он говорит то, что я сказал, о воде, которая выходит из храма, о распространении пророчества, да, когда тот, кто не воспринимает пророчество, он стыдится этого, ему на это указывают, да, это время очень далекое, да, я вам скажу сейчас о более близком времени, да, о разрушении храма, да, ну, здесь, наверное, надо остановиться, чтобы не комкать следующую тему, очень важную, просто наметим ее на следующий раз, вот день, вот день приходит, день, и разделена будет добыча твоя, награбленная у тебя в среде твоей, еврейскому народу вернется все, что в него было отнято, прежде всего, это земля Израиля, но и не только, и духовные, и духовные ценности, они вернутся к нему, как это произойдет, и что это значит, мы постараемся поговорить в следующий раз, я останавливаю Шер, прошу прощения, если есть какие-то вопросы, я готов постараться ответить. Рабзев, то есть это четкая привязка к разрушению храма в 13, в конце 13 главы, а третья остатка, или это можно говорить также и прогноз на будущее? Какое будущее? Упаси Бог, мы отсюда никуда не идем уже, мы отсюда не уйдем никуда, и упаси Бог, мы никем не будем завоеваны, истребить треть можно только, когда ты завоеван кем-то, так же упаси Бог или еще сбросив какие-то бомбы, но мы увидим, что мы видим у нас, что сегодня есть защита, поэтому есть большая надежда, даже уверенность, что он говорит о процессах второго храма, в конце второго храма, опять же, для того, чтобы сказать, я вам описал прекрасную картину, мы теперь с вами знаем, хоть чего ждать, очищения духовного, постепенного ухода смерти из жизни, потом полного ее искоренения, потом воскрешения из мертвых, мы об этом говорим, с Харья об этом, если не говорит, то он какие-то намеки дает на это, пророчества, пророчества, которые для всех редкие люди не понимают, это пророчество, этого надо ждать, и тут он говорит, предупреждает, еще будет тяжелый период, это не сразу, да, окей, спасибо, спасибо, Что-то хочется спросить еще? Равзеев, если можно, еще раз по поводу трех шафаров, возможно, я слишком буквально понимаю, но, может, Равкук какие-то, обрисовал признаки второго или первого шафара, уже более таких чистых, ощущение, что третий шафар как-то затянулся, только он и звучит. Он дает это не как стадии освобождения, он дает это как варианты освобождения, да, есть вариант, когда все идет на такой высокой ноте большого шафара, ну, прямо как во время дарования Торы, все понятно, все ясно, вот, ангелы тут, да, нас поддерживают, на крыльях орла несут нас, да, это один вариант, да, второй вариант, когда праведные люди возглавляют возвращение в землю, возвращение в землю Израиля, ведут за собой других, но все развивается постепенно, не сразу и не совсем чудесным путем, и третий вариант, да, который мы, как бы, грубо говоря, врезались с вами почти очевидно, да, это когда люди просто бегут из других стран, спасаясь, не понимая ни святости земли, ни задач народа, ни избранности народа, ничего не понимая, просто бегут и собираются здесь, и потом уже постепенно, как говорят, постепенно доходит, что произошло, почему мы здесь собрались, это три варианта, это три варианта, вот, да, так же, как и в Ихискеле, есть два варианта, и в Ишаягу, чудесным путем, и более таким обычным путем, вот, это варианты, да, ну, думаю, что, если отрубление в большой шафар, оно придет, оно теперь уже только как завершение того процесса, который начался с нечистого шафара, да, вот, Рав Кук получил множество, так сказать, нареканий за то, что он сравнил Герцера с Машио бен Юсеф, вот, и отношение к нему было двояким, с одной стороны, огромное уважение в народе, и даже среди мудрецов Торы, и мы знаем с вами, что в Ешиве-Слободке, которая была разгромлена в 1929 году, есть фотография, там в Ешиве-Слободке висит портрет, от Герцеля, вот, но с другой стороны, как бы, было такое, как говорят на еврите, исты и гуд, такое немножко взять назад, да, вот, и его очень упрекали, что он сравнил Герцер с Машио бен Юсеф, но, по-моему, когда мы с вами разобрали, то это как раз то, то, что, как раз то, что он хотел сказать, не надо. Спасибо. Хорошо, ладно, я рад очень нашему диалогу, очень надеюсь, что эти непростые темы, непростые образы в конечном итоге, да, что они более-менее начинают быть для нас привычными, и мы можем даже, как бы, ими оперировать, накладывать их на современную действительность. Вот, всем большое спасибо, вот, и мы закончим с Харья, возьмем книгу Руд, очень коротко, и с Божьей помощью начнем изучение Мишлей. Спасибо. Спасибо, и Шаркова, окей. Спасибо, спасибо большое. Сурот, сурот, вот, сурот, вот, сурот. Спасибо.